Водолеет, всем привет! Меня зовут Анна Крапиева, и это мой YouTube-канал. И сейчас вы прослушиваете свой прогноз на июль месяц. Что же интересного такого вас ждет? Первое. Фокус внимания в начале месяца у вас уходит на семью, дом, недвижимость, переезд. Вот вы будете поглощены вопросами семейными, вопросами жилья, переездов, возможно, ремонта. Вот фокус внимания на ваш исток, там, где вы живете, на вашу семью. То есть можете даже, возможно, где-то поссориться, где-то можете очень остро на что-то реагировать. Вас волнуют темы денег, темы вашей карьеры, ваших личных взаимоотношений. 3 и 4 июля прекрасно будет соединение Луны с Юпитером в вашем пятом доме. Новые возможности предоставляются как подарок. Возможно, дети, кстати. Тоже детская тематика у Водолеев. Когда Юпитер перешел в знак близнецов, он включил тему детей, тему людей, которых вы любите. И очень благоприятный 3 и 4 июля для общения, для общения с любимыми людьми, проведите время с детьми, уделите им внимание. Самое основное – это новолуние 6 июля, после которого ваша жизнь будет полна возможностей. Я уже говорила про другие знаки, что месяц июль, он просто невероятный для того, чтобы получить большой такой стартап в какой-то определенной сфере. В какой сфере для вас это водные дома? Для вас водные дома – это дома денег, дома работы, дома услуг для других людей. И 6 июля новолуние произойдет в вашем шестом доме. Шестой дом – это дом рутинных обязанностей, это дом предоставления услуг для других людей. Это также, кстати, это новолуние будет вместе с Венерой. Венера – это планета любви и денег. То есть, если вы хотите денег, что вам нужно сделать? Вот это новолуние, оно говорит, возьми какую-то на себя дополнительную ответственность. В чем ты еще можешь быть полезен для других людей? Подумай, поразмышляй над своими талантами, над тем, что ты умеешь уже и так прекрасно делать. И вот этот вот большой тригон, который потом будет, это как ворота такие, возможности, дослушайте до конца, потому что я постепенно вам объясню, где у вас произойдут изменения благодаря вот этим возможностям. То есть, если вы будете использовать, опять-таки, шестой дом, это и поскольку там Венера, вот эти вот все планеты, они говорят про благоприятное предложение для вас с точки зрения, если вы включите работу, если вы включите свой вид деятельности, если вы возьмете на себя ответственность. То есть, здесь это новолуние ответственности, это новолуние четкости распределения своих обязанностей, четкого распределения своих рутинных обязанностей. То есть, я советую вам не эмоционально включаться в решение вопросов июля, а шестой дом, это дом девы, там, где все должно быть четко, прагматично. Такой прагматичный подход вам понадобится, и в итоге вы получите то, что вы хотите. Также Венера – это планета, опять-таки, любви, не знаю, любовный роман, может, у кого-то из водолеев на работе произойдет. Вы очень, вы можете просить, кстати, повышение зарплаты, либо думать о том, чтобы увеличить свои доходы, увеличить свое, ну, вы хотите это увеличить, у вас будет возможность это сделать. У вас Сатурн ходит по дому денег, который формирует такое стабильное восхождение по вашей карьерной лестнице. Вы почувствуете увеличение статуса, получите его, когда Солнце будет в Скорпионе, это будет где-то в ноябре месяце. Но начало вашего пути работы и то, как вы сейчас исполняете свои обязанности, оно будет влиять на ту величину денег и величину доходов и вашего статуса, который проявится в ноябре месяце. Запомните вот эти три месяца, во-первых, это июль, ноябрь и февраль-март. Это три месяца, которые вот в следующем году, начиная с июля месяца, повлияют на ваш финансовый рост, на вашу карьеру и ваше, ну, как бы, будущее в вашей реализации. Вот, запомнили, да, про вот это новолуние. 7-8 июля проведите время с партнером, какие-то коммуникации, общение, взаимодействие с другими людьми. Возможно, вам предложат какие-то новые условия работы, новые условия сотрудничества. Также это приятная встреча с партнером, такая замечательная. Вообще у вас все будет по второй половине июля переходить в партнерство. Любовная связь с партнером, приятное общение с партнером, то есть какое-то вдохновленное общение. Такое, стройте планы на будущее, размышляйте. Следующий такой тоже аспект возможностей, который придет к вам в работе, это будет 12-13 июля. Оно соединяет 5-9 дома и 7-ое. Что это означает? 5-й и 9-й дом – это возможность своего самовыражения, творческого самовыражения. Если вы занимаетесь тем делом, которым вы любите, кстати, очень важно в июле, и это для всех знаков зодиака, действительно идти за своими ощущениями. То есть то, как вам комфортно, то, как вы вот раскройте свой потенциал. Если вы нашли себя, раскрыли свое творчество, берите, вот возьмите такой широкий взгляд, визуализируйте, поставьте для себя цели. Июль – это месяц, когда нужно ставить перед собой такие большие крупные цели, благоприятные аспекты на небе помогут вам реализовать ваши планы. Следующий очень важный момент, ну, кстати, очень такая любовная связь у вас тоже, как бы гармоничные отношения во второй половине июля вместе со своим партнером. Потому что начало июля, оно может быть немножко такое, знаете, как можете и поссориться, и переживать, но мы приближаемся к вот этому аспекту, который будет продолжать действие новолуния. Это 16 июля, то есть у нас есть 6 июля, есть 16 июля. Это два дня, когда вот этот вот поток новых возможностей, он как бы ворвет в вашу жизнь. И 16 июля луна, она зайдет в ваш дом карьеры и включит большой треугон. Карьера, связанная с деятельностью, если у вас творческая деятельность, если вы занимаетесь, кстати, ну, все водолеи в основном, они либо IT, либо объединение людей, коммуникация. Возможности новые по работе придут к вам, начиная с 16 июля. И парус вследствие чего? Это как может быть? Изменение вследствие того, что у вас появятся возможности финансовые, вы можете улучшить свое жилищное положение. Да, там, где вы живете, недвижимость, возможно, вы захотите приобрести дом, либо купить, либо вот, ну, да, это же энергия, которая это все включит, и дальше вы будете это реализовать. Также внезапные изменения в семье, внезапные изменения, которые у вас в семье, не знаю, что-то у вас там в семье резко вам придется менять свои планы. Но совет от меня, меняйте, не бойтесь, меняйте свои планы и идите вот в это расширение, в эти новые возможности. То есть те новые возможности после 16 июля, которые вдруг резко вам придет какая-то идея относительно вашего места жительства, относительно... И работа даст вам возможность реализовать свои самые смелые планы. То есть не бойтесь, не бойтесь, что там, допустим, финансово вы можете что-то не потянуть, вы потянете, все окей, все здесь прекрасно, но это может быть связано и переезд, изменение своего статуса. Вот вы были, я не знаю, там, секретарем, стали директором, да, то есть вот эти вот, вот как благоприятства для вас. Следующий момент у нас полнолуния, это всегда как бы, когда чрезмерно чего-то в нашей жизни происходит, и два раза за лето у нас полнолуния в знаке Козерога. Для вас это шестой дом. Это ваши страхи. Я думаю, что все-таки у вас могут подняться какие-то страхи за работу, страхи за семью, страхи за ответственность, которая там на вас возлагается, да. Вы можете, вот это полнолуние 21 июля, вплоть до того, что по психосоматике вы можете чем-то заболеть, либо как бы у вас может произойти что-то со здоровьем. Это будет означать о том, что вы не совсем правильно используете все возможности, которые перед вами стоят, и не хотите идти в новое. Нужно, наоборот, трансформировать свои страхи, идти в новое, не переживать. Плутон заходит в знак Водолея. Вас ждет очень трансформационный период, Водолеи мои. Плутон в вашей карте отвечает за ваш статус и за изменение статуса. Возможно, вы забеременели, становитесь, берете на себя ответственность за семью, либо на вас возлагается большая ответственность за что-то. И вот июль месяц покажет, каким образом вы сможете справиться с этой ответственностью, как вы гармонично сможете реализовать эту ответственность и применить ее в своей жизни. Вот, и конец июля, 25-26 июля, очень денежные тоже, тоже фокус внимания на партнерство, на взаимодействие. Марс после 21 июля меняет знак, уходит из чертова дома каких-то, возможно, сложностей, связанных с семьей, переездами, работой, переходит в ваш пятый дом. Пятый дом – это активное проявление себя. Можете ссориться с людьми, которых вы любите, почему-то так вы можете очень активно на них набрасываться. Но в позитивном ключе – это период новых возможностей через проявление своего творчества. Что означает творчество? Многие люди думают, что творчество – это я там не художник, не танцую, не пою. Нет, творчество – это то, что вы можете создать и отдать в этот мир, чем вы можете быть полезны. И планеты на небе, они как раз так выстраиваются симпатично и красиво, чтобы дать вам возможность себя проявить, креатив, реализовать себя через любимых людей, через любимый вид деятельности. Если у вас не было хобби, найдите себе хобби, проявите себя как-то через это хобби, и это в будущем принесет вам очень такой классный желаемый результат. Я желаю вам прекрасного июля, используйте все возможности, оставляйте ваши комментарии. Всем пока!